Добрый день. Игнатий Тихонович, прошу прощения, что занимаю ваше драгоценное время отнимаю. Да ничего. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, согласен. Да, я слушаю. У меня буквально на две минуты вопрос. Дело такое, помните, я к вам с бабушкой обращался, да, отпевать, не отпевать, можно ли или нет. Ладно, с этим я разобрался. Теперь прошло 9 дней, 9 дней сегодня. Так вот, у меня брат старший попросил, говорит, закажи панихиду. Я так помыслил и подумал, что такое панихида? Неужели это кто-то должен за моих родственников молиться? Неужели я сам лично не могу помолиться за свою бабушку, обратиться ко Господу, да? А буду кому-то, какому-то батюшке платить деньги, чтобы он молился за моего родственника, да, за родную душу? Но я же сам могу помолиться живому Господу лично, ему обратиться за бабушку, а не платить кому-то, чужому постороннему человеку, ну, деньги. Правильно? Абсолютно правильно, молодец. Неправильно? Правильно, абсолютно правильно, молодец, молодец. Я считаю, Огнат Тихонович, что это вообще, это, ну, это лишнее, там, платить панихиды, там, всякие сорокаусты, там, все-все-все, это просто выманивание денег из населения, верно? Верно. Вот, ну, Богом всем судья, спасибо вам большое, что мне подсказали, потому что я все равно проверяю свои мысли, правильные или неправильные. Я считаю, что у вас опыта духовного побольше, чем у меня, поэтому имею право вас просить и послушать вас. Правильно. Дело в том, что даже если мы сами молимся, участь грешника там изменить, это не в наших силах. Ну, так принято, мы делаем так, чтобы себя утешить хотя бы. Да, и вот у меня такая мысль идет, а вот приходит человек, допустим, за умершего там, панихиду, да, чтобы послужили, плоти деньги, там, послужите там за моего брата, к примеру, а брат у него там пятерых-десятерых разрезал, убил и не покаялся перед смертью. И как за него можно молиться там, не знаю за кого? Да никак, это кощунство. Кощунство. Все, понял. Все, Игнат Ильич Тихонович, всего вам доброго. Боже, благословение. Так оно когда отпевает, там говорится, помяни раба твоего, а он раб греха был. Все, понял. Ну, все, с Богом, благодарю. Всего доброго. Да, хорошо. Не забывайте, заходите.